МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он инструктирует наших конструкторов. У него три работы. Это трёхкратный чемпион мира. Офицер, общественный деятель, аналитик. Чемпион мира по армрестлингу. Это и есть пример. Его визитке нет места для всех его должностей. Он энергоджайзер. Он один в трёх ипостасях. Но это не визитки. На самом деле ипостасей у него гораздо больше. Человек, который заряжает позитивом у нас всех. Его зовут Степан Полянский. Ему 25 лет. И у него диагноз – ДЦП. Рабочий день Степана начинается в 5 утра. Живёт в Подмосковье. А все дела в Москве. В 5 утра мы встаём, потому что нам 110 километров ехать. Едем до Москвы. Там всякие встречи бывают. В основном по спорту, по детям. Сейчас пионерлагерь нам дадут. Это может показаться странным и даже невозможным. Инвалид еле передвигается, а успевает в 5 раз больше здорового человека. И мы решили посмотреть, как же ему всё это удаётся. Сегодня у Полянского запланирована поездка по торговым центрам. Но не за покупками. Он решает одну из главных проблем – парковки для инвалидов. Как правило, они есть во всех торговых центрах. Но чаще всего для галочки. Здесь стоит автомобиль. На самом деле он передвигается на нём. Человек с ограниченными возможностями или нет, мы не можем определить. По закону у него должен висеть знак инвалид. Что сделает любой нормальный человек, столкнувшись с проблемой? Попытается её решить. Для этого Степану надо увидеться с руководством торгового центра. Но те как будто забаррикадировались. По этому счёту он должен подняться, как инвалид. Видите, какая лестница? Там находится администрация такого центра. Приходится говорить с дежурным администратором. Мы обеспечиваем в соответствии с оборудованием количество парковочных методов. Может быть, вы можете обратиться, если это считаете нужным. Специальным обращением к нашему предприятию лест. Степан, конечно, напишет письмо по поводу этой проблемы. И не одно. Но железная стена непонимания никуда не денется. Мир здоровых и мир инвалидов – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Я вообще в каждую семью бы на неделю дал бы по инвалиду. Так называемому потестить вообще. У меня друг, когда он увидел, как я съезжаю на эскаваторе, у него были просто глаза по пять рублей. В середине дня Степан едет в автошколу. И здесь тоже решает проблемы инвалидов. В обычные автошколы инвалиды ходить не могут. У них нет пандусов и спецмашин с вручным управлением. Более того, даже персонал в такой школе должен быть особенным. Обычные инструктора не могут работать с этой категорией людей. Мы как раз подобрали инструкторов, у которых есть дома. Кто-то в аварию попал или кто-то колясочник. В автошколе Степан практически все курировал сам. А кто еще лучше него, может знать, каким должен быть пандус или как должен быть оборудован туалет для инвалидов. У него все получается быстро, красиво, хорошо. Наверное, у меня так не получилось бы. Он с утра, я не знаю, просыпается. У него все уже расписано. Нам даже иногда будет по-дружески кофе попить встретиться. Очень сложно. С 1 сентября 2016 года в 15 московских автошколах открылись бесплатные учебные центры для инвалидов. К занятиям допускаются люди с ампутацией одной или двух ног, с повреждением позвоночника и заболеванием ДЦП. Практика проходит на автомобилях, специально оборудованных ручным управлением различных модификаций. Знакомые о Степе говорят так. Если бы ты жил в 90-е, сколотил бы ОПГ. Твоей энергии точно хватило бы. Но Степан в 92-м только родился. И в тот момент никто бы не увидел в нем человека, способного на подвиги. Диагноз ДЦП, как правило, не оставляет шансов. Такое злое общество детское, так скажем, когда тебя тыкают пальцем или тебя обсуждают, что ты что-то не можешь, где ты не можешь бегать, где-то прыгать. Он потом понял, что если он сам чего-то не добьется, ну, никто ему ничего не даст. Если он сам не утвердится, никто его не утвердит в этой жизни. 15 лет из своих 25 Степан отдал спорту. В секцию армрестлинга попал еще мальчишка. Но с первых же дней тренироваться стал совсем не по-детски. Мы с ним увиделись еще на России, когда он боролся по-здоровому. Если инвалид выступает по-здоровому, и он выигрывает, такой человек перспективный? Конечно, да. Бог не дал ему спортивного тела, но наградил поразительной волей к победе. Спорт стал своего рода катализатором. И Полянский сделал невозможное. Сегодня Степан – трехкратный чемпион мира, причем среди здоровых спортсменов. За это большое благодарность тренерам своим, то, что была стерта грань. Мы занимались среди здоровых, к нам относились как к здоровым, и грань, что у тебя есть недостаток или нет, этого не было. Он по-прежнему заезжает в свой родной спортзал. Руки еще помнят, но уже почти год Степан не тренируется. Все свободное время занимает работа. Просто он делает ее за троих. Его цель – дать возможность инвалидам выехать за пределы своего жилища. Мы же перед тем, как выехать на коляске, мы же прокладываем маршрут в голове по 25 раз, а как я там поеду, а как я там поеду, а помогут ли мне прохожие, когда я буду съезжать. Это же целая логистика прохождения маршрута. По официальным данным, в Москве проживает около 26 тысяч инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе 10 тысяч, на креслах и колясках. Сегодня путь от дома до метро у здорового человека в среднем занимает около 15 минут. У инвалида – полтора часа. Для улучшения условий пребывания в городе этой группы лиц с ограниченными возможностями, в 2012 году московским правительством была разработана программа формирования безбарьерной среды. К 2018 году доступными для этих людей станет 85% социально значимых объектов и инфраструктуры. Ближе к вечеру Степан Полянский наконец-то выбирается к своему близкому другу – настоящему полковнику Борису Николаеву – на чашечку чая. Картина кажется сюрреалистичной. Полковник, спецназовец с краповым беретом и инвалид с диагнозом ДЦП. Кажется, что общего между ними? Как вообще могли пересечься пути этих людей? Со Степаном мы познакомились несколько лет назад. На этом вечере Степану вручали новую коляску инвалидную. И тогда для меня было открытием, что это трехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы и многократный чемпион России по армрестлингу. И на сцену вышел молодой человек с палочкой. И причем все заслуги Степана среди здоровых спортсменов. И мне очень захотелось познакомиться с этим человеком, потому что для меня такие люди всегда пример. Знакомство постепенно переросло в тесную дружбу. И сегодня Степан – желанный гость в отряде спецназа «Сатурн». Здесь он себя чувствует как дома и в шутку называет себя талисманом отряда. Надо сказать, общение взаимовыгодное. Степа учит бойцов силе духа. Большим бойцам, здоровым мужикам, которые прошли не через одну боевую операцию, не через один вооруженный конфликт, общение с ним также придает вот этот положительный заряд. Бойцы, общаясь с ним, они у него учатся. Я себя никогда не приравнивал, что я инвалид. Да, есть люди-потребители в их числе, которые говорят, вы нам должны, вы нам обязаны. Нет, я всегда этим людям отвечаю, что человек должен добиваться всего сам. Поэтому ставить цели для меня – это такая фраза по жизни. Хочешь себя победить, победишь весь мир. Он часто ездит на общественном транспорте, один, без какой-либо посторонней помощи. Всегда стоит в очередях и старается не пользоваться своими льготами. И то ли в шутку, то ли всерьез добавляет. Зачем жалеть себя? Ведь хуже уже не будет. Это обычный образ жизни для меня. Для многих, да, это страшно, что люди там на колясках, ой, автобус заехал там или еще что-то для меня. Нет, сесть на коляску и куда-то доехать для меня – это не страшно. Рабочий день Степана Полянского иногда длится 20 часов в сутки. За это время он успевает провести до 10 встреч и побывать в дюжине мест. На коляске, на автомобиле, в метро и даже пешком. Иногда кажется, что его просто не остановить. Степа, у нас сегодня выходной, да, у нас сегодня выходной, выходной, выходной. А мы не забыли туда поехать? А мы не забыли? А этому мы сказали, а этому мы позвонили. Я говорю, нет, так, давай позвоним. Ну, Степа, выходной, люди отдыхают. А чего он отдыхает? А, ну да, отдыхает и сидит опять. Был момент, когда мы делали операцию и лежал две недели. Я думал, я с ума сойдет. Потому что для меня сидеть дома – это просто смертьюбийственное мероприятие, которое я никогда не сижу. В конце рабочего дня у Степана невыносимо ноют ноги. В пояснице Степы лопнула керамическая пластина. Нужна срочная операция. Но он не может найти на это время. Да и жить с болью он уже привык. Это крест, который человек должен на себе нести по жизни. Это награда для сильных, чтобы ты пережил это и доказал всему миру, что ты можешь жить. А самое главное – доказал себе, что ты можешь помогать и быть такой, как все. Он говорит, слава богу, за то, что я такой, и я могу преодолевать, да, то вот этот его позитив, он, конечно, все твои горести отодвигает куда-то на второй, третий план. И тебе хочется бороться и делать что-то, несмотря ни на что. Это человек, который показывает личным примером, как надо жить. Нормальные этого не могут добиться. На левой руке Степана выбита татуировка. Она закрывает шрамы от тяжелого перелома. Бывает и такое. Перед самым соревнованиями рука Степана не выдержала. Но даже это не смогло помешать ему стать первым. На чемпионате в одном кармане были ампулы с обезболивающим, в другом – шприцей. Но он не сдался. Просто для него не существует иного пути. Только путь к победе. Долго выбирали, что это будет. И вот сделали, зашли в японские, значит, так сказать, назначения вообще зверей. И нашли вот карпа. Оказалось, что карп – это очень такое животное, упертое. И вот сказали, что японский карп – это символ упорства и победы.